Проект в первом чтении приняла Верховная Рада. Документ разрешает гражданам других государств заключать контракт с Минобороны Украины без принятия гражданства этой страны. Подробности узнаем у нашего специального корреспондента в Киеве Дина Иванова. Она сейчас на связи. Дина, что говорили в Раде об этом законопроекте и как проходило голосование? Здравствуйте, Екатерина. Говорили, что за счет иностранцев, которые войдут в режды вооруженных сил Украины, уменьшится необходимость в мобилизации граждан страны. А еще что иностранцы и так принимают участие в военном конфликте на территории Донбасса в составе добровольческих батальонов, но делают это просто незаконно. Уже решено, что добровольческие батальоны будут включены в состав вооруженных сил Украины или Нацгвардии, а значит нужно узаконить и службу иностранцев, говорили сегодня депутаты. За законопроект в первом чтении проголосовали 257 человек, но не все депутаты Верховной Рады поддерживают это нововведение. Так, например, категорически против представителей оппозиционного блока. Вот слова депутата Вадима Рыбиновича. Закон легализовал диких гусей со всех страны. Искатели приключений, всякие наемники сегодня могут приезжать в нашу страну. Можно создавать под этой эгидой группы людей, которые никому не подчиняются. Они же герои, они иностранцы. Мы уже набрали в экономику, мы знаем группу иностранцев помочь нашей экономике. Как это помогло, все знают по своему карману. Сегодня мы наняли людей, которые по нашей стране, по достаточно еще мирной Украине, будут все равно стоять уже внутри Украины, где там угодно. Они с автоматами, у них есть право. Мы проголосовали за антиконсультационный закон. Оппозиционный блок будут подавать в суд. Впереди еще второе чтение, но эксперты, политологи говорят, что уже почти со стопроцентной уверенностью можно утверждать, что документ будет принят. Екатерина. Появилось подтверждение того, что в Киеве готовят новое наступление на Донбасс. Это слова Петра Порошенко. Украинский президент пообещал, что военные отобьют у ополченцев Донецкий аэропорт. Вот как он это объяснил, Дина? Как эти планы соотносятся с минскими договоренностями? Никак не объяснил, потому что объяснить ведь это невозможно. Любые военные действия напрямую противоречат минским договоренностям, а Киев упорно утверждает, что соблюдает минские соглашения. О намерении отбить у ополченцев воздушную гавань Донецкая Петр Порошенко говорил накануне, перед премьерой документального фильма «Аэропорт», которая состоялась в столичном кинотеатре «Украина». Вот слова украинского президента. Я не сомневаюсь. Мы освободим аэропорт, мы освободим Донецк, мы освободим Украину, потому что это наша земля. И мы восстановим аэропорт. И там мы сделаем под стеклом остатки арматуры, бетона. И напишем слова. Слава киборгам! Судя по всему, на поиск компромисса дипломатического решения конфликта на юго-востоке страны Киев сейчас не настроен. Ведь накануне Петр Порошенко сделал еще одно заявление. Он сказал, что Украина использовала временное затишье, временное перемирие для укрепления армии. Об этом украинский президент говорил в Черниговской области, на военном полигоне Десна, где ему показали новейшие образцы противотанкового оружия. Екатерина. Дина, сегодня появились сообщения о новом нападении на украинского журналиста во Львове, сбитникей Дмитрий Лещенко. Есть ли у вас какие-то подробности? Известно, что Дмитрий Лещенко сейчас находится в больнице. У него сломан нос, в синяках все лицо. На него напали еще 9 мая. Журналист приехал во Львов вместе со спутницей, чтобы принять участие в торжествах по случаю Дня Победы. Он хотел поздравить ветеранов, вышел на улицу с георгиевской лентой на груди, со знаменем Победы. Местные милиционеры посчитали, что это провокация. Припроводили журналиста в отделение, провели профилактическую беседу, заставили ленту снять, знамя Победы оставить. Но, несмотря на такой разговор, Дмитрий Лещенко вечером все же рискнул снова выйти на улицу Львова с георгиевской лентой на груди. К нему подошли агрессивно настроенные люди и уже от слов перешли к делу. Они его просто избили. Друзья журналисты тем временем говорят, что сотрудники правоохранительных органов делают все возможное, чтобы это дело замять и расследование проводить не намерено. Что касается георгиевской ленты, депутат Верховной Рады Антон Герашенко на днях предложил и вовсе законодательно узаконить запрет на ее демонстрацию в публичных местах. Он предлагает тех, кто появится на улицах, скажем, Киева или любого другого украинского города, штрафовать на 5000 гривен. А при повторной попытке использовать георгиевскую ленту, запретный теперь на Украине символ, правонарушитель будет арестован на 15 суток. Пока я отмечу, законопроект на рассмотрение Рады не внесен, но Антон Герашенко говорит, что собирается все документально оформить уже на этой неделе. Екатерина. Дина, спасибо. На прямой связи из Киева была наша специальная корреспондент Дина Иванова. Продолжение следует...